В неочередную сессию депутаты решили начать с обращения народного депутата Украины Николая Скорика. Нардеп просил коллег из облсовета поддержать его обращение в генпрокуратуру, полицию и Кабмин о передаче санатория Лермонтовский от Минобороны в собственность громады. Однако должной поддержки инициатива не нашла. За выступили только 39 депутатов. Далее напряжение только нарастало. Депутаты от оппозиционного блока решили разобраться в соцвыплатах. По их мнению, эти деньги используются для подкупа избирателей. Мы близимся к выборам президента Украины. Власть, которая довела людей до нищеты, с помощью бюджета развития хочет купить себе второй срок. В народе эту подачку уже назвали петиной тысячей. Вместо того, чтобы людям обеспечить достойный уровень жизни, раздают им крох из барского стола. Депутат просил утвердить распределение этих средств через депутатские комиссии для контроля за ними. Удар держал губернатор, в ведении которого находится профильная программа соцпомощи. Это исключительно практически все пенсионеры, которые получают меньше двух с половиной тысяч гривен в условиях, когда в них не существует другой возможности. И вы сейчас рассказываете про выборы. Вирус выборов вас их захопил. Причем тут выборы. Звідки вы взяли эту цифру тысяча? Самые придумали, сами поверили и сами поширили. Звідки вы взяли эту цифру? После словесной перестрелки голосование. И снова поддержки большинства нет. За смену распорядителя проголосовали только 26 депутатов. Далее сессия набрала привычный ход. Правки в целевые программы, хозяйственные вопросы и многое другое утвердили слаженным голосованием. Нашлось место и кадровым вопросам. Многострадальный спорткомплекс «Олимпийц» обрел директора. Андрей Кравченко лишился приставки ИО и стал полноценным руководителем комплекса. Главный вопрос бюджета и финансы затерялся в конце повестки дня. И вопреки ожиданиям, его обсуждение не было эмоциональным и долгим. Некоторых депутатов заинтересовало распределение средств бюджета развития. К примеру, Тарутинский район получит 2 миллиона гривен, тогда как в Беляевске более 70-ти негодуют избранники. Успели депутаты выделить помощь 100 тысяч гривен патрульному Роману Даниленко, обезвредившему в январе прошлого года вооруженного стрелка с Новосельского Валентина Дорошенко. Еще по 10 тысяч гривен получат семьи моряков, захваченные в Керченском проливе. Сам же глава облсовета Анатолий Урбанский считает главным результатом сессии принятие софинансирования для создания новых амбулаторий. В рамках софинансирования из областного бюджета были выделены средства, которые необходимы к государственной субвенции для того, чтобы эта программа уже остаточно была задействована. Но в среднем одна амбулатория стоит порядка 6,5 миллионов, 7,5 миллионов гривен, потому что там есть и 4,5 и 12 миллионов, я говорю вам усредненную. В рамках этого 10-процентное софинансирование. Отказ большинства поддержать запрос о передаче Лермонтовского громаде Анатолий Урбанский объяснил тем, что Минобороны положила конец юридическим распрям и сможет сохранить уникальную здравницу и его профильное назначение. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.